Слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым. Симферополь. 1966 год. Средневековая Таврика. Крымская Готия. От Алушты до Ласпи. От поляны от Чакрак можно спуститься в Алушту по дороге, проходящей через село Изобильное. Бывшее Корбеклы. Не доходя села, недалеки от места слияния речек Софу-Узень и Улу-Узень, мы увидим под скалами Бабугана темный конус лесистой горы Чамны-Бурун. Ниже мелькнут острые скалы Ай-Иори, таврского убежища, позднее ставшего средневековым дозорным пунктом на пути с Кебид-Багаза к городищу на горе Сераус. Она тоже видна издали левее, то есть южнее и ниже Чамны-Буруна на фоне хребта Урага, который тянется к морю и седлу горы Костель, возвышающейся западной Алушты над самым берегом. В Алуште прежде всего заслуживают внимания остатки средневековой крепости Алустон, построенной при императоре Юстиняне I, около середины VI века. Позднее ее использовали генуэзцы. Она существовала до прихода турок, то есть одновременно с Демирджийской крепостью, охранявшей с XIII века дорогу из Алустона в горы. В районе Алустинского рынка сохранилась одна из четырех башен, невдалеке от нее остатки второй башни. Местами прослеживаются куски стен, как бы вмонтированные в современные ограды дворов, и крепиды террасированного склона горы, на которой расположена старинная часть города. На горе Костель сохранились остатки укрепления овеянного легендой о царице Феодоре, якобы боровшейся здесь с генуэзцами. Легенда, являясь многослойным памятником устного народного творчества, в этом случае, как, впрочем, и во всех остальных, соединила в поэтической целые отрывки разновременных сведений и исторических воспоминаний. Феодорой звалась византийская императрица, супруга Юстиниана, построившего Алустон. Много позднее генуэзцы, с трудом и немалой кровью захватив судак, овладели и Алустоном. Не исключено, что крепость Костель, построенная, как полагают его исследователи, на развальных поздно-таврского укрепленного убежища, действительно была направлена против Алустона, ставшего генуэзским, и сдерживала агрессивные намерения или действия генуэзца. Средневековые находки на горе Костель близки именно к этому времени, XII-XV века. Одновременное существование почти рядом двух больших крепостей могло иметь отчасти то самое значение, какое им приписывает легенда. За Костелью в сторону Ялты у шоссе возле села Малый Маяк, бывший Биюк-Ламбад, что в переводе однако означает Большой Маяк, возвышается очень черный конус горы Айтадор. Не путать с мысом того же названия Близгаспры, на которой сохранились остатки небольшого замка, фундаменты двойного кольца оборонительных стен и церкви над обрывом. В низине к юго-западу от крепления в 1957 году были раскопаны остатки Большой Средневековой винодельческой усадьбы с огромными около 2 на 1,5 метра орнаментированными красноглиняными пифосами. Усадьба была открыта при плантажных работах на современном винограднике, между подножием горы и селом, которое, кстати сказать, до сих пор хранит отпечаток Средневековья в планировке и архитектуре отдельных домов. За замком Айтадор к западу открывается вид на гору Аюдаг. Ее средневековые памятники издавна привлекают внимание археологов. На выступающем море мысу Аюдага есть остатки небольшой раннесредневековой часовни, которая, как это нередко бывало, могла служить маяком для плававших вдоль берега кораблей. Значительно выше, на юго-восточной стороне Аюдага, у дороги, которая сюда ведет, имеются остатки целой группы больших капитально выстроенных зданий. По преданию тут находился монастырь. У подножия горы, на месте нынешнего поселка Фрунзенская, бывший Портенит, находятся остатки целой группы средневековых поселений и нескольких могильников. У дороги к севу на склоне горы стояла большая базилика с усыпальницами. Одна из них сохранила надпись X столетия, которая называет имя епископа Готского Дамиана и свидетельствует о восстановлении в X веке храма и монастыря, основанных в VIII веке самым святым Иоанном, тоже епископом Готским. Эти сооружения были разрушены во время охвативших всю Таврику вооруженных столкновений с хазарами. Таврика в период борьбы с хазарами В VIII-X веках Византийская империя вела войну на два фронта. С одной стороны, никак не угасала борьба со славянскими племенами, с другой, саму империю раздирали внутренние политические и религиозные распри между правительством и феодалами, идеологом которых являлась церковь в лице крупных богатых храмов и монастырей. Борьба императорского абсолютизма феодалами вылилась в идеологические разногласия, так называемое иконоборчество, отвергавшее почитание икон и церковных реликвий, за которыми следовали административные меры и вооруженные столкновения. Значительная часть гонимых иконопочитателей нашла приют в Таврике, прежде всего на побережье. Епископ Иоанн, ярый иконопочитатель, был, естественно, врагом византийского иконоборческого правительства и императора. А поскольку Византия в это время уже искала союзи с недавним противником, хазарами, ловкий политик Иоанн, по-видимому, стремился вбить клин между хазарскими и византийскими властями в Крыму. Он воспользовался антихазарскими настроениями народа и в 717 году разжег восстание, к которому по церковным источникам он сумел придать антиэконоборческую окраску. Таким образом, народно-освободительные мотивы восстания были по существу изменены. Его содержанием стала идеологическая и вооруженная защита феодализма, которому служила церковь. Однако, достаточная веротерпимость хазар и, видимо, слабая в тот момент озабоченность Византии делами далекой Таврики Готии привели к возможности сговора местной знати с хазарскими властями. Епископу дали возможность спастись бегством за море, а восстание было потоплено в крови его участников. Сквозь агеографическое оформление событий в житии Иоанна Готского и обычную юридизацию образа святого отца церковь проглядывает и социальная подкладка восстания, и малосимпатичные черты самого Иоанна, который обманул и предал народ, вставший на борьбу против поработителей. Бесславный разгром восстания и бегство его вождя не только пошатнули в глазах населения Горного Крыма престиж церкви, на это жалуются церковные деятели 8 века, но и нанесли удар по ее стремлениям верховодить в мирских делах. В Горной Таврике не создалось церковно-феодального государства, подобного, например, Черногории, где в течение столетий духовный глава, митрополит одновременно выполнял функцию светского правителя и военного вождя. Со времени разгрома восстания церковь заняла по отношению к местной военной знати подчиненное положение. В 8-9 веках ослабление влияния Византии в Таврике и Готии привело к тому, что эта территория осталась на время предоставленной самой себе. Одни из городищ Предгорье, лучше других укрепленные и стратегически выгоднее расположенные, то ли устояли, то ли были использованы хазарами. Мангуб Другие гибли, например, городище на высоте Пампук-Каяр над Бельбеком. Третье утрачивали былое значение. Эски-Кермен Разрушение длинных стен на перевалах, произошедшее, насколько можно судить, в тот же период, могло явиться результатом сражений повстанцев с хазарами и успехов последних. Вместе с длинными стенами окончательно исчезает состраниц истории и страна Дори, замкнутый отсталый район, в котором под византийским протекторатом как бы консервировался застарелый родоплеменной строй. В период раннего средневековья в этих местах задавали тон греки, занимавшиеся рыболовством, садоводством и виноградарством, ремеслами, корабельным делом, морской торговлей. Рост их поселений, появление приморских торжищ, по выражению одного из средневековых письменных источников, явились толчком извне, который ускорил разложение общенного строя коренных обитателей побережья и южных склонов гор. Не случайно, вышеназванные богатые могильники с варварскими драгоценными вещами псевдогодского стиля сосредоточены в этих же местах. Видимо, к ним тяготела местная знать, быть может состоявшая в основном из пришельцев, готов. Хорошо вооруженные и более организованные в военном отношении, чем местные племена, готы могли на время подчинить аборигенов своей власти, прежде чем этнически и культурно раствориться среди них. Продолжение следует...